Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а знаете, что это новый? Разбор на укулеле! В предыдущем видео мы учились с вами играть различные мелодии касаемо праздник Хэллоуин, и пока я готовила то видео, у меня получилось очень много материала, который я не смогла в целый ролик впихнуть. Поэтому сегодня у нас с вами вторая часть мелодии к Хэллоуину. Кто не смотрел первую, обязательно ее посмотрите. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Скиф Мьюзик. А еще ребята из Скиф Мьюзик каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. И перед началом этого ролика хочу сказать о том, что все эти мелодии написаны в виде табулатуры, поэтому если вы до сих пор не умеете их читать, смотреть, видеть, короче, как они пишутся, обязательно посмотрите вот этот ролик для начала, а потом возвращайтесь сюда. Разбор на укулеле. И следующая композиция из фильма «Пила». Я хочу с вами сыграть Акулеле игру. Как она у вас будет звучать? Тут играется, по сути, четыре ноты, которые обыгрываются в разном порядке. Вначале мы играем открытую четвертую струну, далее играем открытую первую струну, затем эту же первую струну зажимаем на первом ладу. Данный рисунок играем два раза подряд. Далее играем все на первой струне, опять открытая струна, зажимаем на первом ладу и на третьем. Получается. В следующем такте начало у нас точно такое же, а вот далее мы играем открытую первую струну, далее открытую четвертую струну, и вновь на первой струне открытая, первый лад и третий лад. Получается. То есть такое вот опевание. Еще раз. И по сути эта тема у нас может повторяться энное количество раз, пока не надоест. А можете добавить к этому аккорды. Тут у нас играется два аккорда. Аккорд G-M. Это мы зажимаем первую струну на первом ладу, далее вторую струну на третьем ладу, и третью струну на втором ладу. Вот G-M. И второй аккорд, аккорд C-M. Он играется таким вот образом. В данном случае лучше сыграть через три пальца, мизинчик безымянный и средний, на первой, второй, третьей струне, на третьем ладу. Просто есть вариант, когда мы можем зажать так, но лучше сыграть здесь вот так, потому что очень легко перейти с G-M на C-M. И куда же поставить эти аккорды? Да очень просто, когда мы будем играть на первой струне, первый лад, и C-M мы сыграем на третьем ладу на первой струне. Сейчас все покажу, в медленном темпе поймете. Ну, вот такое интересное разнообразие, если чуть быстрее. Вот такая вот карказябра. Можете вообще сначала первые два такта сыграть просто мелодию, а остальные два такта сыграть с аккордами. И тогда получится следующее. Разбор на укулеле. И следующая мелодия из мультфильма Каролина или КОРОЛИНА в Тране Кошмаров. Но если вы не смотрели до сих пор этот мультик, и взять, ну, вы посмотрите как раз-таки в Хэллоуин. Там есть заглавная тема. Звучать она будет следующим образом. Данная тема, она написана в размере вальса. Счет раз-два-три, то есть раз-два-три, раз-два-три. И вы, наверное, уже почувствовали это. Раз-два-три, 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 раз-два-три. То есть такой вот танец. Здесь есть основа, на которую мы и положим мелодию. Давайте сначала как раз и выучим эту основу. Мы зажимаем с вами третью и вторую струну на втором ладу. Замейте, пожалуйста, какими пальцами я это играю. Это очень важно. Вот. Играем две эти струны одновременно. Далее два раза играем открытую первую струну. Получается. Раз-два-три. Далее играем только третью струну на втором ладу. Один раз. И также играем два раза открытую первую струну. Получается. Далее у нас с вами идет открытая третья струна. Затем мы играем вторую струну на третьем ладу два раза. И опять повторяется. Давайте соберем эти два такта. То есть это у нас с вами основа. Далее на эту основу в третьем такте мы положим мелодию. По сути все играется одинаково, кроме последнего моментика. Мы там сыграем с последней открытой первой струной. Второй лад на второй струне. То есть получится. Давайте чуть медленнее. То есть вот эта вот вторая и первая струна вместе. Еще раз. Далее в четвертом такте мы играем вторую и третью струну открытую. Далее зажимаем с вами вторую струну на третьем ладу, играем ее два раза. И затем дальше продолжаем играть на второй струне. Единственное, нотки там идут очень быстро, но вам быстро сразу играть не надо. Все в медленном темпе, пожалуйста, поиграйте. Нотка там следующая. Открытая струна. Второй лад. Третий. Второй. Третий. Заметьте, я не убираю и не прыгаю вот так вот на этих двух ладах. Я один раз поставила второй лад и к нему просто прибавляю третий лад. Так у вас будет звучать быстрее. Давайте соберем этот такт. Теперь третий и четвертый такт. Ага, медленно, пожалуйста, вот это поиграть отдельно. Дальше мы повторяем опять этот же кусочек. Далее начало такое же, как и было до этого. И вот под конец мы играем открытую третью струну. Далее зажимаем вот такой вот расклад. Расклад второго. Зажимаем сами третью струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. Играем их вместе. Далее мы отпускаем третью струну. Играем вместе открытую третью струну и вторую на третьем ладу. То есть очень близко, все очень удобно Давайте соберем этот такт И последний седьмой такт Мы опять играем вторую и третью струну, зажатую на втором иду Открытую первую струну два раза И на этом, в принципе, вы можете закончить Если для вас это трудно будет сделать вот такую штуку Эта штука называется флажолет Это отдельный прием Про прием у меня был отдельный видосик, обязательно его посмотрите Но вкратце, что такое флажолет Это когда мы подушечкой пальца, не зажимая какую-то струну Вот, играем это на 12-м ладу в данном случае Мы это делаем у вот этого металлического порожка То есть аккуратненько задели и отпустили То есть звук волшебства я называю Чуть медленнее давайте покажу То есть я играю подушечкой пальца аккуратненько, прижимая не до конца То есть смотрите, пальцы у меня на металлическом порожке Не до конца прижимаю, просто чуть-чуть касаюсь Просто сдергиваю Иногда может у вас получится так Значит вы оставили палец вовремя, его не убрали И наоборот Значит вы резко убрали Вам нужно одновременно получается палец убрать в сторону И сыграть эту струну, чтобы у вас получилось это И последний такт будет звучать следующим образом А теперь от начала до конца все вместе соберем Разбор на укулеле И третья мелодия это из фильма-мультика Семейка Адамс Кто до сих пор не смотрел фильм, особенно 93-94 года Посмотрите, это просто бомбический фильм Но для начала вот как у тебя будет выглядеть эта мелодия Субтитры сделал DimaTorzok Тут есть две части Вступление и основная тема Начнем с вами со вступления Для начала зажимаем вторую струну на третьем ладу Далее переходим на первую струну Играем сначала открытый Затем на втором ладу И на третьем Получается Далее мы делаем очень интересный ход Берем нашу левую руку или какой-то конкретный палец Что у вас осталось Кладем на струны, но не зажимаем их То есть у вас должен получиться вот этот звук Такой вот хрыг приглушенный И делаем удары вниз Вместе это получится так Еще раз Вы можете вот эти звуки заменить на Постукивание по корпусу Или щелканье Давайте еще раз Далее мы продолжаем играть на первой струне Снова открытые Далее второй лад Четвертый лад И пятый Обратите внимание, какими пальчиками я это играю И далее опять идет вот этот у нас Хрыг Вы можете, кстати, средним пальчиком тут зажать Потому что следующий лад мы опять будем играть 2, а 0, 2, 4, 3 Поэтому можете не убирать пальцы А средний пальчик Давайте соберем этот такт Два первых Далее вот этот ход 0, 2, 4, 3 Мы опять повторим два раза Но уже без востукивания Получается так И далее играем вновь первый такт Получается третий, четвертый такт Давайте соберем полностью вступление Чуть медленнее Это у нас с вами было вступление Далее у нас с вами идет основная тема И вот в теме есть такие три неких аккорда Которые мы просто обыгрываем Первый аккорд аккорд G Причем его самая простая интерпретация Вы его знаете Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу А вторую струну на третьем Далее у нас идет аккорд Ваш любимый, мне кажется С6 Мы когда ничего не зажимаем Просто с открытыми струнами делаем трунь И третий аккорд Аккорд D Зажимаем четвертую, третью и вторую струну На втором ладу Получается G С6 И D В принципе тут особо мне что-то рассказать и нечего Нужно просто смотреть по табам Где что играется И забегая заранее скажу, что в некоторых местах у меня написано циферки в скобках Так вот, вот эти циферки в скобках играть не надо Это просто такие правила нотной записи Что иногда есть такие приглушенные мертвые нотки Их мы не играем, не повторяем Пусть они написаны, но мы их игнорируем Первые два такта у тебя будут звучать так Охота доделать Что мы тут играем? Мы ставим сразу аккорд G Играем сначала его вторую струну Далее идет сам аккорд G Затем идет первая струна Аккорд G Затем идет его третья струна И потом играем вот этот аккорд C6 То есть когда все открыто Получается следующее И в конце мы добавим просто открытую первую струну И вместе еще раз Вам не обязательно играть вот так вот мягко, как я вам сейчас показываю Вы можете сделать прям удар вниз Во втором такте мы опять играем открытые все струны Затем зажимаем вторую струну на третьем ладу Переходим на аккорд D Играем его Затем открытая первая струна И вновь D Затем зажата на втором ладу третья струна Получается следующее Соберем эти два такта Далее идет у нас опять аккорд G И играем первую струну Затем опять аккорд G А теперь играем зажатую третью струну И опять аккорд G Опять первая струна И опять аккорд G То есть смотрите, тут все очень просто Это G, струна, G, струна, G, струна, G Далее мы с вами играем третью струну Затую на втором ладу Она у нас такая осталась предыдущего такта Затем все открытые струны Первая струна Опять все открытые струны Далее зажимаем вторую струну на третьем ладу Играем аккорд D Получается И последний такт мы играем Третья струна зажата на втором ладу Далее к этой струне мы добавим открытую вторую струну Играем их одновременно Далее на второй струне играем на втором ладу На третьем И в конце делаем хрык Получается Так, давайте соберем последние два такта Теперь соберем всю тему полностью И эту тему мы с вами будем повторять два раза подряд А теперь вся мелодия полностью Играем Если тебе понравился данный видос Обязательно поставь ему лайк Напиши в комментариях Будешь ли ты праздновать данный праздник Или какой твой любимый фильм Чтобы посмотреть в канун Хэллоуина Также отдельно я хочу поблагодарить всех людей Которые поддерживают меня на бусте Вот эти ребята Замена мне получают клявы ништяки Весь раздачный материал И мое почтение На меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok